Здравствуйте дорогие друзья, Apple выпустила 10 бета версию iOS 11 для iPhone, iPod Touch и iPad и 9 бета версию для публичных бета тестеров. Они разумеется равнозначны. Изменений немного, но они все таки есть, так что будет интересно ставьте лайк и можете не садиться. Видео будет коротким, но информативным. Во-первых обновление как и в прошлой бете получилось очень компактным, чуть более 40 мегабайт. Во-вторых Apple дважды побила собственный рекорд по количеству выпускаемых бет перед релизом. Предыдущий принадлежал iOS 10, а в ней перед выпуском Golden Master версии прошивки было всего 8 бет. Кстати это обновление не Golden Master. Для тех кто не в курсе, Golden Master это финальная бета для разработчиков, которая без изменений становится публичной прошивкой. В-третьих, в народе главным нововведением iOS 11 окрестили наличие микролага в работе 3D Touch. Конечно ситуация по сравнению с первыми бетами значительно лучше, но она все же есть, особенно в настройках. Остается надеяться, что к финалочке все подправят. А может они тестируют прошивку на iPhone 8 и в нем нет этого бага? И что? Придется менять iPhone потому что семерка как бы уже не тянет по железу эту функцию? Микропереводы Apple Payway Message и синхронизация истории сообщений с iCloud по прежнему не работают. Скорее всего их активируют в финальной прошивке. По заявлениям разработчиков основная работа в 10 бете велась над обновлением фоновых механизмов работы iTunes, App Store, заметок и iBooks. Какие либо визуальные изменения из этого перечня можно заметить только в App Store. Во вкладках с играми и программами обновились иконки рядом с категориями. Выглядят они конечно не очень впечатляюще и больше напоминают потуги учащихся пятого B. Могли бы что-нибудь и постильнее прикрутить. Apple все-таки. Был замечен новый жест в Safari. Появилась возможность открывать ссылку в новой вкладке не через меню, а через таб двумя пальцами. Однозначно удобная фича, которая будет в арсенале многих пользователей. Кстати, если вы еще не обновлялись, то проверьте работает ли она на предыдущих бетах. Скорость работы операционной системы не изменилась, по крайней мере на iPhone 7. Да, прошивка по прежнему работает намного быстрее и стабильнее чем первые беты. Но на старых устройствах вроде iPhone 5s или iPhone 6, а на несколько медленнее предыдущего финального релиза iOS 10 3.3. Синтетические тесты показывают приблизительно одинаковые результаты, что в Gigabank 4, что в Antutu. Ожидать какого-то чуда от обновления 40 мегабайт действительно не стоило. На этом все, ждем от Apple GM версию и финалочку на презентации 12 сентября. Кстати, по слухам из Macromers предзаказы на iPhone 8 стартуют 15 сентября, а старт продаж в странах первой волны начнется 22 сентября. А вы будете покупать новый iPhone? Свои ответы оставляйте в комментариях. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, увидимся в следующем видео. Разумеется, если подпишетесь на канал. Пока-пока.